МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Новоуральская вещательная компания. Вы смотрите информационную программу «Отбъектив» в студии Наталья Рауя и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях этого дня. Объекты сданы в Новоуральском округе. Последние 10 домов по плану этого года приняты. Строители завершили капитальный ремонт многоквартирных домов в этом году. Опасно для жизни. Поведение нерадивых соседей может привести к пожару. И к плачевным последствиям огневорцы предотвратили беду. Зачет есть. Российские 11-классники сдали допуски к ЕГЭ выпускным квалификационным экзаменам. Впереди горячая пора подготовка к ЕГЭ. На радость юным театралам Новоуральский театр музыки, драмы и комедии представил на суд зрителей премьеру «Серебряная копытца». Теперь об этих и других темах подробнее. Программа капитального ремонта многоквартирных домов в муниципалитетах Свердловской области в действии. Она реализуется не первый год в полном объеме. Ход реализации программы находится на контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева. Он определил приоритеты дальнейшей реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов. Напомню, в конце октября губернатор призвал глав муниципалитетов и профильные ведомства регионального правительства сохранять контроль за качеством капремонта многоквартирных домов, оперативно реагировать на обращения жителей, а также принять меры по сохранности и надлежащей эксплуатации вновь отремонтированного общедомового имущества. Улучшение жилищных условий уральцев, подчеркнул глава региона, – одна из главных задач и ключевое звено в работе органов власти и местного самоуправления по повышению качества жизни людей. Напомним, программа капремонта многоквартирных домов стартовала в Свердловской области в 2014 году, и к настоящему моменту в нее включено почти 28 тысяч объектов. В текущем году ремонты проходят в 74 муниципалитетах и охватывают 1350 домов. Как реализуется областная программа капитального ремонта многоквартирных домов в этом году в Новоуральске, расскажет моя коллега Анна Крамова. Сегодня в Новоуральске специальная комиссия приняла после капитального ремонта сразу 10 домов в разных районах Новоуральского округа. Они стали последними в списке, подлежащих ремонту в уходящем году. Комиссия состоялась под председательством Вадима Хатипова, первого заместителя главы администрации. В списке приемки одни из первых – сразу три дома на улице Клары Цеткин. Это дома 36, 37 и 39. Напоминаю, все дома комби уже сдал, остается МСК. Сегодня к сдаче 10 домов. Пожалуйста, что мы сейчас предъявляем к сдаче, какие работы были выполнены. Клары Цеткин 36, было заменено кровельное покрытие, утепление чердачного перекрытия, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений. Дома приняты, но по гарантийным обязательствам на следующий год запланирована покраска дома номер 36. Причем вторично. Как сообщил подрядчик, дом красили на три раза, но из-под желтой краски местами стал проступать зеленый цвет. Этот недостаток устранят. На следующий год будем перекрашивать, то есть выступает зелень по фасаду из-под желтой краски. Он не был зеленый. Зелень выплывает, вот видимо брак краски. Для жильцов сдача домов после капитального ремонта это хороший подарок к Новому году. Молодая семья Шитовых живет на Ленина 68-2 года. Сегодня комиссия приняла и этот дом. Нам покрасили дом, сделали крышу новую, окна в подъездах вставили. Ну а как было до этого? Ну обшарпанные стены были. То есть как бы, ну сейчас лучше намного. Мой дом стал красивым, желтый. Яркий? Яркий. Четко, слаженно, а главное в срок. Так можно охарактеризовать реализацию в Новорольском округе областной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Среди прочих адресов комиссия приняла дома 24 и 25 на улице Строителей. 31 и 41 по Льва Толстого. Всех вас поздравляем. Жилье новое. Спасибо. Ну красиво стало, конечно красиво стало. Все, поздравляем. Спасибо. Ремонт вшел и в сельской территории. Дома приняты в деревне Починок на Советской 13 и Ленина 62. Конец года – это время подводить итоги и строить планы на будущее. В Новоуральском городском округе на протяжении нескольких лет ведутся планомерные работы по капремонтам многоквартирных домов. В этом году, к примеру, отремонтирован и принят 41 дом. Программа 2019-го закончена. Впереди 2020 год. 2020 год – 38 домов в капремонте. Отыграны уже эти все лоты необходимые. У нас также два подрядчика, те же самые. То есть, каких-то глобальных изменений мы не видим. Еще раз, 38 домов в общий строй и получается 42 лифта. Подрядчиком в течение года выступали фирмы Комви и МСК. Комви сдали некоторые дома с опережением графика, а МСК – в срок без превышения плана. Главное, что теперь у людей будут комфортные и безопасные условия жизни в отремонтированных домах. Напомню, губернатор Евгений Куевышев ставил перед органами власти местного самоуправления одну из главных задач. Она заключается в улучшении жилищных условий уральцев и повышении качества их жизни. В Новоуральске эти задачи реализуются качественно и планомерно. В этом году региональной программе капремонта многоквартирных домов исполняется 5 лет. В Новоуральске за эти годы программа доказала свою эффективность, состоятельность и востребованность у населения. Анна Крамова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Российские одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение «Зачет», по которому является допуском к единому государственному экзамену. В Свердловской области это испытание прошли почти 19,5 тысяч выпускников текущего года. Из них 467 – новоуральцы. Ученикам нужно было письменно порассуждать на такие темы, как верно ли, что надежда делает человека сильнее, почему так трудно отвечать добром на зло, в чем разница между смирением и покорностью, и всегда ли он достоин ее. На выполнение задания школьникам дали 3 часа 55 минут. А для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые в качестве итоговой работы пишут изложения, время на работу было увеличено на полтора часа. Школьники, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут выполнить работу в дополнительные сроки. Это 5 февраля и 6 мая 2020 года. И к другим темам выпуска. Беспокойный сосед и узкие проезды во дворах стали главными темами для обсуждения жильцами дома по адресу Дудина 2-1, где в ночь со 2 на 3 декабря по вине соседа произошел пожар. Подробности у Миланы Ушаковой. В некоторых домах живут очень беспокойные жильцы, которые не только заставляют своих соседей переживать неприятные происшествия, но и беспокоятся за свое здоровье и жизнь. Так у жителей дома по адресу Дудина 2-1, ночь с понедельника на вторник, уже в который раз была наполнена тревожными событиями. По прибытию было обнаружено, что в подъезде находится сильное задымление. Обнаружили квартиру, из которой происходит выход дыма. Скрыли квартиру. После вскрытия были проведены спасательные работы, эвакуирован пострадавший. После эвакуации пострадавшего были проведены мероприятия потушения пожара. Площадь пожара состояла всего 1 метр квадратный, но выход опасных факторов пожара в виде дыма и тепловой энергии оказался очень большим. С учетом этого, на вышележащем этаже также были эвакуированы люди для недопущения отравления их опасными факторами пожара. На данный адрес мы выезжали уже не первый раз. Такой же аналогичный пожар мы тушили 15 февраля. По времени это было около 10 часов вечера. Житель пострадавший был тот же самый. То есть имеется определенный рецидив. По данному направлению, личный состав отдела Федерального государственного пожарного надзора работает сейчас для проведения инструктажей. Сложности, с которыми сталкиваются бойцы пожарной службы, становятся очевидными только в момент опасности. Так, например, мало кто задумывается, что припаркованные во дворах машины могут существенно осложнить работу пожарных и увеличить время оказания помощи в огне. По прибытию к месту пожара пожарные подразделения столкнулись с той ситуацией, которая сейчас творится во дворах. То есть первые прибывшие подразделения не смогли приехать непосредственно к месту вызова. Они остановились около начала дома и пришлось прокладывать рукавные линии до подъезда более 200 метров. МЧС России обращается ко всем жителям города. При размещении на стоянку личных автомобилей во дворах помнить о том, что пожар может произойти в любой момент. И те минуты, которые бойцы пожарной службы потратят на разматывание рукавов или ожидания, когда водители освободят проезд для пожарной машины, могут стать решающими и стоить чьей-то жизни. Милана Ушакова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. До Нового года остаются считанные дни. Новоуральцы начинают активную подготовку к этому главному празднику года. Выбирают подарки, меню для праздничного стола. Но как выбрать лесную красавицу? В Роскачестве дали рекомендации по выбору искусственной елки. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства. В частности, специалисты советуют для определения качества елки провести рукой против роста иголок. Подергать их немного и слегка погнуть ветки. Качественной елке такие манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются в руках, качество товара оставляет желать лучшего, отмечается в сообщении. Эксперты рассказали, что искусственная елка не должна иметь резкий химический запах. На упаковке товара должна присутствовать информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ. И данные об обработке изделия антивоспламеняющимися веществами. Электрическую гирлянду следует вешать только на огнеустойчивую елку. Также, согласно рекомендациям Роскачества, покупать искусственную елку лучше в супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках. И в продолжение новогодней темы «Встретить Новый год без долгов» призывают жители региона управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области. Установленный срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2018-й завершился 2 декабря. Если налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже сейчас он перешел в разряд должников. Задолженность будет расти каждый день за счет начисления пений. По состоянию на 1 ноября этого года жители Свердловской области задолжали по имущественным налогам 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Вместе с тем имущественные налоги поступают в региональные и местные бюджеты и используются на нужды жителей Свердловской области. Театр музыки, драмы и комедии не перестает удивлять премьерами. На этот раз детская музыкальная сказка «Серебряная копытца» ставил спектакль приглашенный режиссер из далекого города Нягонь. Рассказывает Альбина Бабкова. Исконно русский, уральский, божовский – все это новое постановки театра музыки, драмы и комедии «Серебряная копытца» перед самой премьерой режиссер-постановщик спектакля Анастасия Старцева из Нягони открыла нам небольшой секрет. Это моя первая музыкальная сказка. До этого у меня жанры были сугубо драматические. И здесь волшебным образом пришлось научиться очень быстро сочетать живое исполнение, оркестр, пусть это и мини-какой-то такой у нас оркестр на подручных средствах, как мы его называем, но тем не менее их соединить вместе с балетом, и еще, ко всему прочему, поработать с артистами, успеть за не очень большой промежуток времени, и чтобы при этом получилась музыкальная сказка. Практика приглашения режиссеров из других театров нашей необъятной страны – это нужное и хорошее дело. Это новые горизонты для актерского состава, это новое прочтение, новое видение. Словом, это хорошая возможность для встряски и выхода из зоны комфорта. То же самое можно сказать и о художнике. Когда приглашенный художник творит на новой, незнакомой ему сцене, придумывает костюмы для незнакомых актеров, получается очень интересный и необычный опыт. Я месяц рисовала эскизы, рисовала, придумывала костюмы, декорации, реквизиты, все это сюда отправила, все это здесь шилось, шилось, шилось. Вот я неделю назад приехала и посмотрела, что же сделали. Настоящая сказка, волшебство, уральская глубинка, русский характер, фольклор – такие слова приходят на ум при просмотре спектакля «Серебряная копытца». И все так ладно, все так по-доброму, с настоящими уральскими прибаутками, поговорками, песнями и танцами. «Серебряная копытца» займет достойное место в репертуаре театра. А самое главное, что этот спектакль станет отличным подарком к Новому году для всех новоуральских ребят. Альвина Бабкова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. 34 юных докладчика рассказывали о самых значимых событиях, людях и любимых местах города. В Новоуральске прошли шестые малые краеведческие чтения, посвященные юбилею Новоуральска и комбината и отрасли культуры. Подробности у Миланы Ушаковой. Традиционные краеведческие чтения для школьников и студентов среднеспециальных учебных учреждений прошли в Новоуральске в шестой раз. «Город на Уральском перевале» – так была названа эта интеллектуально-творческая встреча, которая в этот раз стала продолжением юбилейных мероприятий Новоуральска. Для своих докладов ребята выбирали самые разные темы, но все они неизменно касались любимого города и его окрестностей. На шестые малые краеведческие чтения заявились 34 участника из учебных заведений города. Поэтому организаторами было принято решение разделить их на три секции по темам «Историю делают люди», «История – свидетель прошлого», «Любимые места». Так, например, школьники рассказывали о танках на фронтах Первой мировой войны, битве под Верхневенском, забытых памятниках нашего города, Великой войне в истории их семей и даже о проблемах одиночества в подростковом возрасте. Тема моего проекта – проблема одиночества в подростковом возрасте. Актуальность темы заключается в том, что подросток, не находя понимание у взрослых и сверстников, начинает искать ее в других социальных группах, а нестабильная экономическая ситуация лишь усложняет эту проблему. В 7 ноября состоялась премьера спектакля «Счастье» закрытому городу, появившемуся в суровое послеводневное время. В театре было необходимо появиться как важнейший фактор для поддержания стабильной социальной культурной ситуации. Все доклады получились очень увлекательными, наполненными удивительными интересными фактами и материалами, которые ребята искали не только в интернете и библиотеках, но и в семейных архивах, расспрашивали старшие поколения. Так как краеведческие чтения не являются конкурсом, но создают условия для развития интеллектуально-творческой, научно-исследовательской и поисковой деятельности школьников, все участники были награждены дипломами, а их руководители – благодарственными письмами. Милана Ушакова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Сопровождаемое проживание. Вчера в администрации города состоялся круглый стол, посвященный подведению итогов года работы специального проекта организации «Благое дело» по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. За это время 22 человека с помощью специалистов обучились бытовым навыкам самостоятельного проживания в квартире, предоставленной администрацией Новоуральска. Тему продолжит Виктор Малышев. Учебно-тренировочная квартира для социальной адаптации к самостоятельной жизни и бытовому самообслуживанию для людей с особенностями здоровья появилась в Новоуральске год назад. Проект по реабилитации разработали и реализуют сотрудники организации «Благое дело». Администрация Новоуральска выделила из жилого фонда города трехкомнатную квартиру и средства на ее обустройство, а региональное министерство по социальной политике оказало грантовую поддержку на оплату услуг специалистов. За год работы навыки бытового самообслуживания и социализации получили 22 человека в возрастном диапазоне от 18 до 40 лет. О результатах и перспективах этой инициативы «Благое дело» шла речь на круглом столе, прошедшем в администрации 4 декабря. Целью сопровождаемого проживания является социализация людей с инвалидностью. Мы должны их научить, грубо говоря, жить так, как живем мы с вами. Из 22 человек, прошедших обучение, 10 новоуральцев, 6 екатеринбуржцев, 3 подопечных из Нижнего Тагила, а также были жители поселка Верхневенский и Талица. Некоторые прошли адаптацию повторно. Постояльцы квартиры в течение двух месяцев готовят совместно завтраки, обеды и ужины. Днем работают в мастерских некоммерческой организации «Благое дело», где получают и навыки по созданию поделок и шерсти, фетра, дерева, глины и других материалов. Пока участники проекта отрабатывают бытовые и рабочие навыки, рядом с ними всегда находятся специалисты. Но выйдя за двери организации или квартиры, ставшие временным приютом, они смогут сами себя обслуживать. А это очень важно для людей с особенностями здоровья. Отмечу, что опыт новоуральского развития и сопровождаемого проживания людей с УВЗ является одним из первых Свердловской области, и сотрудники социальных служб других территорий консультируются у специалистов «Благое дело», рассчитывая реализовывать программу у себя в муниципалитетах. Виктор Малышев, Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская обещательная компания. С 8 декабря с вводом на всей сети российских железных дорог нового графика движения поездов на 2020 год на Свердловской железной дороге произойдут изменения в расписании пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба организации. Для удобства пассажиров с 8 декабря назначены дополнительные рейсы электропоезда «Ласточка» на направление Екатеринбург-Нижний Тагил. Таким образом, частота курсирования скоростных электричек будет увеличена до 5 раз в день. Из Екатеринбурга новый поезд будет отправляться в 10 часов 21 минуту по местному времени, пребывать в Нижний Тагил в 12.12. В обратном направлении «Ласточка» отправится в 10.59 и прибудет в Екатеринбург в 12.52. Завтра в 19.30 смотрите программу «Культурный акцент» о юбилейном торжестве студии спортивного бального танца «Дебюты» и бального танца «Диполиквуб». На этом выпуск завершен. Я желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова